Ребятушки, всем привет! С вами я, Григорий. Вы находитесь на моем YouTube-канале DeepLay, где мы проходим лучшие игры индустрии на лучших платформах в мире, которых много. И в этом ролике я хочу с вами поделиться информацией по поводу своей любимой видеокарты. Это Asus Dual OC RTX 3060 12GB, которую я купил себе под 4K 30fps Gaming, под мой ПК, плюс геймпад, плюс телевизор. И попользовался я уже 8 месяцев данной видеокартой. И забегая на берет, я вам скажу, что во многих играх я получил не 4K 30fps, а 4K 60fps. И говорю я сейчас не про старые какие-то игрушки, а о многих новинках, тем не менее, хоть и не во всех. Поэтому 4K 30fps она выдерживает, 60fps 4K с DLSS тоже выдает в большинстве современных проектов, даже на пятом Unreal. В чем мы сегодня убедимся. И смотрите дальше, будет интересно. Что-то не так. Какой 4K Gaming с двумя вот этими маленькими мониторами? Мы же, ребят, покупали ее под 4K Gaming. Сейчас мы вот это дело поправим. Стоп. Какой маг? Какой Baldur's Gate 3? Маг это вообще не игровая платформа. Ребят, извините, магия не получилась. Но если кому интересно, как работает Baldur's Gate 3 на MacBook Air M1 8 ГБ, попросите в комментариях, сделаю отдельный ролик. Извините, я исправляюсь. Нас интересуют не мониторы, не Baldur's на M1. Нас интересует 4K Gaming на RTX 3060. Исправляюсь, ребятушки. Стоп, ребятушки. Вот это уже, конечно, получше это 4K. Да, все как нужно. Но, блин, опять магия не сработала. Какой... Какая пизда, извини, ты попала не в ту эпоху. Какой бог войны. Ребятушки, сейчас исправлюсь, извиняюсь. Дико извиняюсь. Нам нужно 4K и PC Gaming. Ребят, я не понял, сколько можно уже. Это, конечно, получше, чем PlayStation 3. И Кратос это, конечно, круто. Но хватит уже, ребят. Обещаю, реально, в последний раз эта магия не срабатывает. Сейчас щелкаю. И у нас ПК плюс 4K ТВ. Как и должно быть? Когда уже этот ролик, блин, начнется? Так, ребятушки, ну, наконец-то, извините. Дико извините за вот эту задержку. Видео у нас, наконец-то, начинается. Переходит к своей основной фазе. Всем, ребятушки, вам желаю приятного просмотра. Желаю добра, бобра. Заваривайте чаек, кофеек. Видосы у меня, как обычно, не короткие. Они для тех, у кого есть время. Кто любит в фоне посмотреть, послушать. Сейчас ПК я разблокирую. И себя уберу с экрана. Включу запись экрана. И буду запускать разные интересные игры. Игр у нас будет не так много. Их лишь несколько штук. Которые я посчитал нужным, чтобы вам показать, как видеокарта RTX 3060 работает конкретно в этих играх. И почему я выбрал именно их, я буду аргументировать уже по ходу. Поэтому всем добра, бобра. Приятного просмотра. Двигаемся сюда дальше. Итак, ребятушки, вот мы уже за моим ПК. Вы видите запись рабочего стола. Давайте перед тем, как начать запускать игры, я добавлю ту информацию, которая отсутствовала в моем прошлом обзоре на мою RTX 3060. Ссылочка на которую будет в описании. А самое основное, это... Есть у нас различные такие гики. Люди, которые всем интересуются. И им важны очень подробные технические характеристики моей видеокарты. Например, тип памяти и так далее. Смотрите. У меня память GDDR6, естественно, от производителя Samsung. То есть, производители бывают довольно разные. Хорошими считаются Micron и Samsung. Потому что у них чипы понадежнее. Они реже вылетают. И они занимаются памятью довольно-таки долго. Есть другие чипы, как Phoenix и еще различные бренды. Те модели считаются менее удачными. Поэтому я везунчик. У меня память от Samsung, надеюсь, будет служить довольно долго. Пропускная способность 360 гигабит в секунду. Ширина шины 192 бита. Объем видеопамяти, естественно, 12 гигабайт. Это минималка для 2024 года. А мы это посмотрим как раз в тесте игр. По техническим характеристикам. Вот, в принципе, что. Также у меня Resizable Bar включен, если кому-то это важно. Ну и вот частоты, которые в Boost 1837. То есть, можете поставить на паузу, посмотреть. Если что, у меня версия LHR. То есть, это Low Hash Rate. То есть, для майнинга она, ребят, не подходит. Также давайте перед тестом игр посмотрим на температуры. То есть, выбираем пресет 4K. Окей. Запускается. У нас уже есть мониторинг производительности, который показывает вам OpenGL 4950 FPS. Ну, смотрим, что у нас тут получается. Правда, циферки там довольно-таки маленькие. Я вижу, что видеокарта жрет 168-171 Вт. То есть, это нормальное потребление для данной видеокарты. Также вижу, что по температурам она сейчас 70-71 градус. Естественно, если жарить ее дольше, то она будет немножко нагреваться. Вот уже 72 градуса. Давайте, чтобы хронометраж прям суперсильно не затягивать. Я вам вкратце скажу. Вот 73-74, это при 100% длительной нагрузке. Это нормальная температура для RTX 3060. Это общая температура. Также есть температура HotSpot. Это самая горячая точка видеокарты. Она в данный момент будет примерно 80-82 градуса. То есть, что мне не очень-то и нравится. Но, тем не менее, это лишь HotSpot. Поэтому общая температура там 73, нормально. Кстати, бытует в интернете мнение, что нет смысла переплачивать за трехвентиляторную версию. Ребят, если вы летом тоже играете, поэтому есть смысл переплачивать. Потому что карта, на самом деле, это холодная относительно других. Но я бы, например, сейчас бы взял бы версию на три вентилятора. Потому что летом температуры все-таки повыше будут. Вот. Что касается температур, понятно. Что касается технических характеристик, понятно. Давайте еще озвучу вкратце конфиг своего ПК. Для тех, кто впервые это будет смотреть, у меня процессор AMD Ryzen 7 2700X. 8 ядер, 16 потоков, 32 гигабайта оперативной памяти HyperX 3200. И SSD 980 от Samsung. И лицензия Windows 11. Вот. Погнали. Вот, ребятушки, мы находимся внутри игры Baldur's Gate 3. Победитель. Игра года. Вот так эта игра у нас выглядит. Выглядит прекрасно. Игра из кимпада. Играется от третьего лица. Как будто бы я в Skyrim играю. Потому что когда играл на ПК, то вид ставил вот так вот. И оно больше было похоже на Диабло. Воспринималась игра совершенно по-другому. И когда на ПК пытаешься ходить клава-мышью, то нужно тыкать. И он просто идет, куда ты тыкаешь. А на геймпаде ты прям действительно управляешь. То есть как будто бы ты Skyrim, как типичная игра от третьего лица. Так, давайте продемонстрирую вам настройки, которые я подобрал. Так, 3840 на 2160. Двойной буфер вертикальной синхронизации. Частота лимит 60. Ну, естественно, 60 Гц. Дело с ссамый агрессивный пресет производительность. Потому что пытаемся выжать на средней карте 3060 в новой тяжелой игре в 4К 60 фпс. Поэтому, естественно, производительность. ФСР не используем. Технология что-1.0, что-2.0 рядом с DLSS не стоит. Поэтому все видеокарты, которые не имеют DLSS и на которых вы хотите играть в 4К, покупать не стоит. Ребята, если у вас 1080p или 2К монитор, то можно рассмотреть видеокарты AMD. Да, конечно. Но если у вас 4К, то настоятельно рекомендую только NVIDIA, только DLSS. Потому что ФСР по тестам на Ютубе похоже выглядит. Но если смотреть не пережатую картинку на Ютубе, а самому наблюдать на телевизоре, то ФСР дает картинку хуже. Поэтому на 4К только DLSS. Итак, пресет настроек. Мой индивидуальный. Качество модели высокое качество теней, среднее качество облаков, низкое качество текстуры. Естественно же, ультра, только ультра. Фильтрация текстур тоже максимальная 16х, чтобы текстуры под углом четко выглядели. Расстояние до объектов среднее качество, то низкая дальность детализации средняя. Детализация отдаленных движущихся объектов средняя. То есть, если эти настройки навалить на максимум, картинка не сказать, что будет круче. Просто чуть дальность прорисовки выше, чуть более какой-то насыщенный туман будет. Но по производительности будет бить довольно-таки сильно. Поэтому то, что не очень влияет на картинку, я снизил. А то, что влияет, например, как анизотропия и текстуры, вывалил, естественно, на ультра. И вот с такими настройками мы в 4К с DLSS получаем 60 FPS. Если у вас на мониторинге с левой FPS будет ниже 60, то это только потому, что ведется запись, которая отжирает мощность видеокарты. Без записи вообще никаких просадок нет. Эта игра выглядит изумительно, играется суперплавно, но тут очень крутой сюжет. Я, ребят, когда поставил игру впервые, удалил через 10 минут, потому что пошаговые мне не понравились. То есть, вот эти элементы геймплея вообще не зашли. Ну, потом, когда поставил второй раз, то две ночи подряд до 5 утра играл, не мог оторваться. Настолько шикарный тут сюжет. Это RPG с большой буквы. Тут все три буквы RPG, они большие. Я понимаю, почему это игра года. То есть, кто не любит пошаговые игры, заставьте себя 1 час поиграть, пересильте себя. Вам игра, скорее всего, зайдет, потому что она очень дорого-богато внутри сделана в плане разветвленности. Все зависит от вас. Ну, и выглядит, естественно, красиво. И, тем не менее, если у вас 60 FPS идет, но картинка, например, вам не нравится, так как эта игра пошаговая, то есть, тут не обязательно играть в 60 FPS, хотя пока бояре привыкли. То есть, я вас тоже, естественно, ребят, понимаю. Но есть люди, которые привыкли к консольному экспириенцию. Там, кстати, в этой игре на PlayStation 5 тоже есть два пресета. Есть 60 FPS, есть 30 FPS. И в 30 FPS игра на PlayStation 5 работает в 2K, ребят. А в 60 FPS там картинка вообще плохая. То есть, намного хуже, чем на RTX 3060, которую вы видите сейчас. Но, тем не менее, если вы на 3060 хотите выжать картинку получше, есть решение, можете применить вот пресет, который я для себя подобрал. Мы ставим частоту кадров на 30, то есть, консольный экспириенс. ДЛСС мы, ребятушки, ставим менее агрессивный, ставим его на качество. И общее качество графики давайте выберем ультра. Но кое-что спустим немножко пониже. То есть, вот так. ДЛСС на качество. А давайте ничего, ребят, не будем снижать. То есть, у нас всё на ультра и ДЛСС на качество. Посмотрим, как оно заработает. Смотрите, картинка, кажется, первые пару секунд менее плавная. Ну, ещё бы, да, 30 FPS и 60. Но она стала намного более чёткой. То есть, смотреть приятно. Поиграв 5 минут в 30 FPS с геймпада и только с геймпада, это не для мыши, это только для геймпада, вы через 5 минут привыкнете. Вам перестанет казаться, что игра не плавно как-то выглядит. Она выглядит плавно, но всё выглядит в ней намного лучше. То есть, чётко, красиво, красочно. И просадок FPS нету. 30 FPS лог включён. Консольный экспириенс получаем. Карта загружена на 66-68%. И, ребятушки, обратите внимание, она использует 9,3 гигабайта видеопамяти. Поэтому я настоятельно не рекомендую выбирать на 2024 год видеокарты, которые имеют 8 гигабайт. 8 гигабайт это недостаточно уже в 2023 году. Потому что, если вы покупаете эту видеокарту, чтобы играть в 4К с DLSS, вам 8 гигабайт не хватит. А видеокарту вы покупаете не на полгода, не на год. Видеокарты люди покупают на 3-5 лет. И представьте, что будет через 2-3 года, если уже сейчас 8 гигабайт в 4К, важно, в 4К, уже не хватает. Поэтому RTX 4060 стоит покупать только для 1080p монитора, а для 4К лучше взять RTX 3060. Ну, если бюджет относительно небольшой, а так, естественно, нужно брать более мощную карту, тоже с большим видеобуфером. Но не все могут себе позволить RTX 4090, поэтому на народной 3060 вот можем играть с таким вот 30 FPS опытом. Итак, по Baldur's Gate итоги. 4К 30 FPS на ультрах идет вообще без проблем с геймпадом. 4К 60 FPS на средне-высоких настройках с DLSS на производительность тоже идет без проблем. Но суть игры не в графике. Суть в том, что она суперинтересная. Итак, приступаем к просмотру следующей игры. Так, ребятушки, мы находимся в другой игре. Это Robocop Rogue City. Эта игра примечательна тем, что она вышла на Unreal Engine 5. А это довольно-таки тяжелый движок. Это стандарт на будущее несколько лет. Поэтому большинство игр все будут продолжать выходить именно на пятом Unreal Engine. Поэтому очень интересно посмотреть, как RTX 3060 справляется с Unreal Engine 5. Хоть эта игра не хватает звезд с неба, то есть она не выглядит прям как-то сверх шикарно. Но тем не менее, первые игры на пятом Unreal Engine очень интересно посмотреть. Итак, давайте продемонстрирую вам настройки графики, которые я выбрал. Мы играем в 4К 3840 на 260. Обязательно включен Nvidia DLSS. И самый агрессивный пресет, это ультра-производительность. Дальше, следующие настройки близки к минимальным. То есть постобработка на среднем. Тени низкие, текстуры эпические, эффекты низкие, хроматическая операция включена, размытие движения, включено лимит на 60 FPS. И вот с такими вот настройками мы получаем вот такую картинку. FPS иногда опускается ниже 60, потому что пишется геймплей, ну и игра действительно, ребят, тяжелая. Если вы хотите получить более красивую картинку и такой, скажем, консольный, опять-таки, experience, мы можем применить мой пресет на 30 FPS. Но обязательно, ребят, для геймпада. То есть пока бояре, который играет просто клава-мышь, вам это делать не стоит. Вам лучше играть с такой графикой в 60 FPS. Так, а давайте мы что сделаем? Мы выберем пресет, например, на высокое. Мы выберем на баланс DLSS. И ограничение поставим до 30 FPS. Сейчас посмотрим, как видеокарта будет справляться с этим всем. Мы видим, что видеокарта загружена на 90%. Видим, что видеопамять используется 7,4. То есть эта игра еще влезает. 8 гигабайт видеобуфера, что, в принципе, радует тоже. Потому что обладателей 8-гигабайтных видеокарт довольно-таки много. Игра выглядит сейчас красивее. Да, то есть у нас меньше вот этой каши, меньше размытие получается. Но в 30 FPS играть можно, повторюсь, только с геймпада. Но лучше играть при 60. Если такой пресет-настройок вам не нравится, вы всегда можете зайти в настройки и опустить разрешение с 4К до 2К. Потому что игра действительно очень тяжелая. Тем более, если перейти в приложение GeForce Experience, то мы, ребят, можем посмотреть, что это приложение. Оно рекомендует играть в эту игру именно в 2К. То есть нажимаем подробнее. И мы видим, что у нас выбрано 4К разрешение. А оптимально будет все-таки поставить 2,560 на 1440. И я на эти настройки ориентируюсь. Потому что рекомендует их нам, грубо говоря, производитель чипа. То есть сама компания NVIDIA. И повторюсь, это видео о том, что видеокарта RTX 3060, она, в принципе, тащит большинство проектов в 4К 60 FPS, в 4К 30 FPS или в 2К 60 FPS. Но существуют очень такие тяжелые тайтлы, которые 4К ей даются в 60 FPS тяжело. И, например, вот Robopop, это один из них. То есть если не хотите играть на предминимальных настройках в 60 FPS 4К, просто ставите себе 2К, настройки повыше играете. Да, мыло будет больше, но будет плавнее, будет лучше. И очень интересно будет, ребят, в будущем посмотреть на игры на пятом Unreal. Я думаю, они будут плюс-минус также играть. Поэтому либо на низких в 4К, либо на средне-высоких в 2К мы сможем играть еще несколько лет. Окей, Robopop закрываем. Приступаем к просмотру следующей игры, которая оптимизирована прям значительно лучше. Ребятушки, вот мы в следующей игре. Это Assassin's Creed Mirage. Эта игра тоже 2023 года. Специально старался подбирать свежие проекты, чтобы показать, как карта работает с ними. Давайте я продемонстрирую вам настройки, которые я выбрал для этой игры. Так, переходим к настройке. Естественно, играем в 4К 60 Гц. Графика. Поехали. Для окружения максимальная. Плотность мелочей очень высокая. Но это самый максимальный пресет. Тени максимальные. Облака на среднем. Вверх не смотрю, не интересно. Вода высокая. Полноэкранные отражения включены. Текстуры окружения максимальные. Текстуры персонажа максимальные. Выше просто уже некуда. То есть это ультра, ребята. Глубина резкости включена. Размытие при движении включено. Адаптивное качество выключено. Но это, ребята, киллер фича. Если игра у вас подтормаживает, врубайте эту настройку. Она сама будет кое-что регулировать. И геймплей будет значительно плавнее. Но 3060 справляется в 4К даже без этого. Тип масштабирования DLSS, естественно. И пресет ставим на баланс. Степень резкости 60. И с такими вот настройками. То есть это практически ультра. Игра выглядит хорошо. Когда я смотрел ее на ютубе, она мне показалась непрорывной, не некстгеном. Она на самом деле так и есть. Но, ребята, когда ты вживую смотришь, играешь, то выглядит она красиво. И играть, в принципе, приятно. На таких настройках она идет изумительно. И FPS прям супер плавный. То есть оптимизация шикарная. Ну и еще бы. Игра настолько хорошо тут сделана и оптимизирована. И жаловаться не на что. Тем более, эта игра должна выйти еще на iPhone 15 Pro. То есть, понимаете, да? Если эта игра выйдет на 15 Pro, естественно, там мыло будет не ультра, а 30 FPS, локс, скорее всего. Но, тем не менее, если эта игра будет на iPhone 15 Pro, то представьте, как вот ПК с RTX 3060 справляется с ним. Да? Легко он справляется. Вот. Я игру еще не прошел. Она еще не взломана. То есть, это, ребята, лицензия. Это последняя версия. Обычно такой Assassin напоминает мне Assassin's Creed Origin, только немножко покрасивее. Вода тут красивая. Народа много. Достопримечательности такие. Ну, колоритно, добротно сделаны. То есть, мне нравится побегать, пройти когда-нибудь можно. Вот. То есть, практически ультра, 4K, 60 FPS. Даже не буду здесь что-либо переключать, потому что в 30 FPS смысла играть нет. Она прям очень круто оптимизирована. Попрошу обратить внимание на использование ресурсов компьютера. Оперативы используют 11 ГБ, но также используют 10 ГБ видеопамяти. Поэтому еще раз, ребят, передаю привет тем, кто рассматривает покупки видеокарту 8 ГБ. 8 ГБ для 4К противопоказанно покупать. Для 1080p, пожалуйста. Но, ребят, смотрите в будущее. Нужно брать железо с запасом. Вот очередная игра, которая не будет работать с максимальными текстурами на 8 ГБ карте в 4К. Больше мне добавить нечего по этой игре. Все отлично. Супер оптимизация. Рекомендую. Переходим к следующей игре. Вот, ребятушки, смотрим следующую игру. Это игра Returnal. Это игра одна из моих любимых. Я купил у себя диски на PlayStation 5. Пока что не прошел. Прошел только на ПК с читами, потому что она дико хардкорная. Это любимая игра моего подписчика. Юрий, передаю тебе привет. Давайте продемонстрирую настройки графики. Объясню, почему эту игру выбрал. То есть, смотрите, игры поколения Sony PlayStation 4, которые были портированы на ПК, они делались изначально под слабую консоль железовую, которая 2013 года выпуска. То есть, под PlayStation 4. И, естественно, когда мы такие игры пытаемся запустить на ПК, уже более современные, которые в разы мощнее, чем PlayStation 4, и, конечно, там были улучшения под ПК. Но игры с PS4, а-ля там Uncharted, они работают у нас хорошо на ПК. А меня интересуют именно современные игры, которые PS4 вообще не способны потянуть. И вот Returnal, это одна из них. Она вышла только на PlayStation 5. Естественно, вот разрешение экрана 3840 на 260. Переходим в настройки графики. Я выбрал просто пресет высокий. То есть, у нас всё полностью на высоком. DLSS включил на производительность. То есть, вот освещение, тени, трассировка лучей выключена. Ну, увы, ребят, извините, не 49, у нас среднячок 3060. А всё остальное у нас, согласно пресету, высокое. Ну, естественно, да, DLSS производительность, потому что на среднебюджетных картах DLSS это наше всё. И смотрите, игра выглядит лучше, чем на Sony PlayStation 5. Действительно, ребят, вот эти три терафлопса разницы, они ощущаются. То есть, ощущается, что 3060 она мощнее, чем PlayStation 5. Вот. Она, эта игра держит 60 FPS. Очень-очень редко вот бывает просадки, да. Но, напомню, мы пишем видео, без видео оно не просаживается. Вот. В целом, игра работает очень плавно, выглядит отлично. Играется с геймпада прям, ну, приятно, очень приятно. Текстуры даже на высоких хорошие. Обратите внимание, по текстурам у нас видеобуфер уже заполнен. Уже 8,2. Если поиграем ещё чуть-чуть, то заметим, что текстуры у нас будут занимать уже и 9 гигабайтам, и выше. Вот. То есть, эта игра опять требовательна к видеопамяти. И опять, видеокарты, которые имеют 8 гигабайт, и на которых кто-то хочет играть в 4К, ну, не рекомендуется. Либо рекомендуется снижать качество, текстуры, естественно. Вот. По оптимизации я хочу сказать, что под ПК она оптимизирована довольно-таки хорошо. Потому что, ну, прям, ну, очень приятно, плавно она. Играется. Сама игра необычная, рогалик. То есть, с продажами у неё не очень, там, по-моему, или миллион, или несколько миллионов копий. Ну, понятно, потому что рогалик — это, ну, нишевые игры. Вот. Плюс они дико хардкорные, а люди не все любят хардкорные игры. Вот. Жаль, что врагов я здесь не вижу. Хотел бы вам показать перестрелки. Они тут дико интересные. Вот. Так, сюда мы не войдём, потому что у нас ключ не требуется. Так. Вот, наблюдаем за видеопамятью. Уже видим 8,3 гигабайта видеопамяти у нас занято. Давайте хотя бы эффекты от выстрелов зацениваем. Карточка у нас жарится в 100%. Температура 76. Корпус пока что, ребят, старый, с плохой пробиваемостью. Это потом исправим. Это будет в роликах. Вот. Давайте попытаюсь как-то с эффектами поиграться. Дико плавно. Дико плавно она работает. Кстати, ребят, когда с этой игры с ПК я переключился на PlayStation 5, то, к моему удивлению, у меня было такое впечатление, что на PlayStation 5 некоторые опции выкручены в минимум. Потому что она реально выглядит прилично хуже, чем на ПК. При том, что это PS5 бывший эксклюзив. Кстати, обратите внимание на вот эти яйца. Кто, как и я, фанат фильма «Чужой» 1979 года. Первая часть, потом вторая, очень интересная. Вот. От того художника Гигера. Вот. Узнаётся его почерк. То есть очень-очень напоминает мне «Чужого» вот это всё. Вот. Подведу итог. В этой игре нет смысла играть в 30 FPS. Нет смысла выбирать там, не знаю, какие-либо другие настройки, графики. То есть просто ставите высокий пресет и ставите производительность. И получаете 60 стабильных FPS. Но видеокарта должна быть вот больше, чем 8 гигабайт. Ладно, ребятушки, двигаемся дальше. Итак, ребятушки, вот мы в последней игре, которую хочу вам продемонстрируют на RTX 3060. Это игра Rise Son of Rome. Эту игру тоже я выбрал далеко не случайно. Давайте продемонстрирую вам настройки и прокомментирую. Итак, переходим в графика. Естественно, 4К. Всё выбрано на ультра настройки. Усовершенствованная графика тоже всё на ультра. То есть выше, там где высокий, просто выше поставить некуда. С этой игрой есть вопросы, потому что это Steam-версия. То есть лицензия, купил вот пару дней назад. И там стоит лог на 30 FPS. Притом в панели управления Nvidia у меня этого лога нет. В настройках игры я не вижу, как его отключить. Я уже смотрел. Можно зайти в файлы конфиг, исправить там кое-что, дописать. Ещё там что-то пошаманить. Будет 60 FPS. Сейчас это делать не буду. Просто хочу рассказать об этой игре. И о производительности. То есть у нас она идёт в 30 FPS. Не обращайте внимания. Обратите внимание на то, что карта при работе с этой игрой загружена примерно в 50-60% на ультра настройках в нативных 4К. Это говорит о том, что если вот этот лог в 30 FPS снять, то при 60 FPS карта будет грузиться во что-то около 100% и она игру затащит. Ну или же придётся какую-то из настроек просто немножко чуть-чуть опустить. Но что более важно. Обратите внимание, это игра 2013 года выпуска. То есть она выходила на Xbox One, а в 2014 году она вышла на платформу ПК. То есть она, как я понимаю, такой небольшой ответ соневскому богу войны. Правда, с богом войны она рядом не стоит. Ни со старыми, ни с новыми. Но так как игра была разработана компанией Crytek, то есть те же ребята, которые на CryEngine делали Crysis, шикарную, крутую игру, то игра даже спустя 10 лет выглядит довольно хорошо. И вот я эту игру выбрал, чтобы показать вам, что помимо новых игр, в которых есть технология DLSS, вы можете на 3060 в нативе, практически в любой игре, играть на максимальных настройках и получать тоже 60 FPS. И старые игры в 4К, они выглядят по-другому. То есть я помню, когда купил 4К телевизор, я запустил Battlefield 4 еще на своей GTX 1060, ребят. И да, она тащила в 4К четвертую батлу. Игра выглядела изумительно. То есть это в сравнении с 1080p с моим монитором, это что-то было невероятное. И вот многие из старых игр я также запускаю на 4К, уже без DLSS играю, и они для меня открываются по-новому. Поэтому, если у вас есть желание купить RTX 3060, не только, чтобы сидеть на ней 3-5 лет и с DLSS играть в 4К, то вы точно так же сможете, как и я, переиграть старые игры с офигенным просто качеством на вот этой вот видеокарте. Предлагаю тест игр закончить. Сейчас будет финал данного ролика. Я кое-что от себя еще, ребят, добавлю. Ребятушки, я снова в кадре, рад видеть вас. Подводим итоги нашего видео. Наша видеокарта RTX 3060, которую я в итоге, ребят, покупал под 4К и 30FPS Gaming, она оправдала спустя 8 месяцев все мои ожидания. Даже переоправдала, то есть по факту даже лучше она отработала. Смотрите, какая ситуация. То есть хотел 4К 30FPS, но в большинстве новых проектов 2023 года я получаю даже 4К 60FPS, а не 30, да, понимаете? То есть консольный экспириенс с более крутой графикой. Правда не обошлось, естественно, без нюансов. Давайте вот отвечу на вопросы, которые, скорее всего, будут под роликом. То есть вы видите, что в данном видео было не так уж много игр протестировано, да, естественно. У меня SSD, он не резиновые игры занимает, там, гигабайт по 50, по 100, вы все это понимаете, да? Если вас интересует тест данной видеокарты в других играх, то ссылка в описании есть. Есть мой предыдущий ролик с распаковкой, с первым впечатлением от видеокарты. Там игры было протестировано значительно больше. Но, ребят, важная ремарка. Там, когда я делал тест, то нацелен был на 30 FPS. И когда я играл на телевизоре в 30 FPS, у меня картинка была плавная. Она была красивая, приятно было играть с геймпада. Но на записи там было множество фризов. И многие люди в комментариях просто писали, я один вижу, что у него тормозит, это же неиграбельно и так далее. Ребят, это было только на записи. То есть видеокарта именно на записи делала пропуск этих кадров. Я нативно на телевизоре этого не видел. То есть игры работали плавно. И в том тесте участвовали такие игры, как Elden Ring, Hogwarts Legacy, Ghostwire Tokyo, там еще что-то было, уже не помню. Но там есть довольно-таки интересная информация, можете перейти по ссылке посмотреть. Что касается вот нынешней ситуации, то смотрите, да, большинство игр 4К 60 FPS. И если хотите с геймпадом, и игра не шутер, не быстрая, и для вас приемлемо играть в 30 FPS, то вы просто ставите более крутые настройки, например, высокие, и DLSS на качество. И ставите лоб в 30 FPS, играете, ваша 3060 показывает себя действительно лучше, чем моя любимая основная платформа Sony PlayStation 5. То есть 3060 13 ТФ, а PlayStation 5 она там 10 ТФ. То есть 3060 она мощнее, и она действительно это показывает. Плюс, ребят, ситуация, смотрите, какая прикольная получается. То есть у нас последняя игра на тесте, это была Rise Son of Rome, она выходила 10 лет назад, в 2013 году на Xbox One, у которого мощность была 1,3 ТФ. У нас прошло 10 лет, ребят, подумайте, как символически это все. 10 лет из 1,3 ТФ Xbox мы перешли на 13 ТФ видеокарту. То есть прошло 10 лет, и мощность графики, ну, в моем случае, увеличилась в 10 раз. Но как печально бы это не звучало, игры в 10 раз красивее выглядеть не стали. Да, они лучше, да, они там четче, да, больше синематики, но это не в 10 раз. Задумайтесь, ребят, как мощности быстро растут. Вот. Также, что хочу добавить по поводу 30-60. Не везде она, естественно, тянет 4К-60 фпс. То есть есть такие мастодонты сверхтяжелые, в которых она реально не вывозит. Но это нормально. Это вы уже можете сами называть. Это The Last of Us Remake, то есть The Last of Us Part 1. Это игра, в которой 30-60 показывает себя в 4К на минималках с самым агрессивным пресетом DLSS. Она не держит 60 фпс. То есть игра действительно тяжелая. Там все 16 потоков жарятся процентов 80. Оперативной памяти у меня использовалось более 20 гигабайт. Вы вдумайтесь, не 16, а 21 гигабайт оперативной памяти The Last of Us у меня требовала. И видеопамяти она использовала 11-12 гигабайт. То есть опять же 8 гигабайт недостаточно. И тем не менее минимальные настройки 4К. Я бы сказал, что вот именно в The Last of Us это неиграбельно. Поэтому я, как играл в The Last of Us послушался вашего совета и включил себе 2К средне-высокие настройки и проходил эту игру в 2К 60 фпс. И да, там были локации, где были какие-то фрезы немножко, но это вот прям тяжелая игра. Также была игра The Hogwarts Legacy, которая тоже имела какие-то фрезы, особенно если врублена была трассировка. то есть там в принципе в 4К на средне-высоких настройках с агрессивным DLSS можно было играть в 60 фпс. Кто хотел более плавную картинку, опять спустились до 2К и поехали себе в 60 фпс в 2К. Еще была на этой видеокарте за все время пройдена тяжелая игра Последние Звездные Войны. Как они называются? Джеди Fallen Order это предыдущая? Survival, да? Последние Звездные Войны на этой видеокарте были пройдены на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей и локом в 30 фпс. И игра в 4К сделалась естественно очень круто. Вот эта трассировка в этой игре все блестит, свет выглядит иначе. То есть именно круто было сделано. То есть 60 фпс она не затащила, но с геймпадом в 4К и даже с трассировкой Звездные Войны на этой видеокарте были пройдены и эта игра была очень красивая. И это что касается вот таких игр. Также я очень долго играл не знаю может часов 50 я наиграл в Red Dead Redemption 2 выглядит тоже изумительно там 4К высокие настройки 60 фпс без просадок игра оптимизирована шикарно правда видно что ей уже лет и лет то есть текстуры на ультрах используют всего лишь 6 гигабайт надо бы уже какой-то ремастер сделать подтянуть чтобы оно почетче было вот игра изумительно выглядит намного лучше чем на Xbox Series X и на PlayStation 5 потому что там она работает по обратной совместимости делалось вообще для прошлого поколения это понятно короче для Red Dead Redemption 2 самая лучшая платформа это ПК вот поэтому итог вот этого всего видео если вы такой как я потенциальный раньше был покупатель вот этой видеокарты и я же видите делаю тест не с разлоченным FPS не на 1080p не на 2K то есть у меня нет смысла показать вам что там 80 или 280 FPS мое видео вообще не об этом таких видео на YouTube полно мое видео именно для тех кто имеет 4K телевизор или 4K монитор и он хочет проапгрейдить или собрать свой комп и смотрит на самую популярную видеокарту а она в Steam занимает 10% то есть это самая популярная видеокарта на данный момент судя по статистике Steam занимает аж 10% популярной ее попросту нет поэтому разработчики игр при оптимизации своих игр они естественно ориентируются на нашу 3060 и будут ориентироваться в будущем то есть это преемник 1060 которая ребят сколько лет тащила игры а вот это благодаря DLSS тоже будет тащить много лет игры и вот если вы думаете подойдет ли эта карта для 4K гейминга подойдет естественно то есть мое видео вам это демонстрирует 4K 60 4K 30 или же 2K 60 сможете играть все игры которые сейчас существуют и которые я думаю будут выходить еще там 3-4-5 лет вперед надеюсь видео мое было вам полезно если есть какие-то вопросы или замечания пожалуйста пишите в комментарии каждый комментарий читаю каждому отвечу вам спасибо большое за просмотр добра бобра и увидимся в других следующих интересных роликах ребятушки